Эй, добро времени суток, мы продолжаем там, где и закончили. Пора продолжать строить фармилку павуков. Тут самое главное опять не выпасть. Калитки переставляем, разливаем воду, но слишком хорошо разливаем, надо дырки заделывать. По задумке они будут спавниться, падать сюда, воду их будут сносить прямо вниз. А вот тут вот еще воду разольем. И сейчас надо обустроить место, где мы как раз таки их будем фармить. А из окошка можно за пшеницей наблюдать. Красота! Вот такая вот заготовочка получилась. Воду разливаем, немножко спускаем вниз, и тут у нас будет воронка. Тут заставим все полублоками. Чуть, блин, насмерть не разбился. А чтобы монстры на крыше не спавнились, ставим полублоки. И все, обсидиан, бежим домой. А то опять эти гребаные скелеты меня убьют. Факела убираем, дырки заделываем. О, кручу, верчу за путь, хочу. Блин, недалеко упал. И, кстати, не только я пользуюсь этим лифтом. Криперопровод. Он, короче, разбился. Блин, пауки-то лезут. Вы что, можете в полублок пролезть, что ли? Я думал, они и пролезут. Давай тогда еще люки сделаем. Блин, какого хрена? Как с вами все сложно-то? Чуть не сдох. Надо вас всех там закупорить. Так, и что делать будем? Во-первых, расширим пространство. И так вас бить не получится. А у нас где-то рядом с домом поселилась ведьма. Что-то их как-то тут слишком много уже. Это ошибка. Это ошибка. Прощай, алмазная кирка. Я думал, я справлюсь. А еще основная проблема в том, что у меня на этом мире фпс очень сильно друппается. Да плевать на эту алмазную кирку. Мы же богаты, еще насобираем. Убираем спавн. И как мне сейчас это все перестраивать? Единственный вариант это вот такую структуру делать. Я понял. Вам весело. Уи! Да им вообще насрать. А я тем временем пытаюсь тут переструить все. Эх, ребят, ребята. Придется вас выпустить отсюда. Вроде днем не атакуют, но не всегда. Павуки повсюду. Короче, вот такая вот переделка получилась. Свет выключаем и закупориваем отверстие. Здорово, пацаны. Сейчас-то вроде нормально можно с вами сотрудничать, да? Только у нас там водичка не до конца доходит. А близко к вам лучше не подходить. Тогда верхних бить неудобно. Ну, в принципе, плюс-минус работает. У нас даже пока алмазы есть. Ну что ж, буду фармить. Надо еще воды залить. Ну окей, ниток у нас уже практически стак. А это целых 12 шерсти. Скрафтился я рюкзак. Рюкзак у нас небольшой. Сооружение получилось, конечно, грандиозное. Зато у нас есть фармилка. Только зачем мне сейчас опыт? А пауки еще на середине застревают. А знаете, что со мной произошло? Гребаный паук атаковал сквозь текстурки. Кто, блин, как, блин? Я тут честным образом играю без щитов. Вещи выпадают, а меня сквозь текстурки убивают. Гребаный ты по голове. Все, что осталось, это три уровня. Обидно. Опять каменные инструменты делаем. Опять тут все перестраиваю. И теперь у нас вот так вот все идет. Немножечко так занизил. Так должно быть еще проще. Еее, опыт. В очередной раз скрафтим ведро. Хотел немножко улучшить, а меня каким-то образом атаковали. Я, естественно, помер. Как они меня сквозь блоки бьют? Я тоже так хочу. Водичку вливаем. Да как ты залез-то сюда? На дворе, блин, день. Чего ты на меня напал-то? Какой ужас. Сквозь легкие они меня тоже бьют. Я тоже хочу такую суперспособность бить сквозь блоки. Я, блин, не понимаю, как это работает. Они еще тут сверху застревают. Уиии. А что с вами делать-то? Спасибо. Самая сложная формилка. Скидыщ. А сейчас они не атакуют. А сейчас начали атаковать. Короче, это жесть. Я просто покажу количество смертей без комментариев. А ведь это за исключением того, что вы уже видели. Чтоб так часто не падать, расширяем пространство. Сундук. Даже это донести мне не дали. Ладно, соберу урожай. Последнее железо потратил на кирку. И вот такая вот по итогу получилась формилка. Может, потом и доработаю. Хотя бы нитки и опыт будет. И теперь у нас много шерсти. И дом у нас теперь полностью застеклен. От этой формилки я морально устал, так что пойду просто полутаюсь. Крафтим огниво. Вниз лучше даже не выглядывать. И портал у нас будет прямо под домом. Очередная алмазная кирка. Мне страшно выходить из базы. Я не хочу алмазную кирку пятерять. Пойдем наверх, там безопасней. А тут странствующий торговец. Ничего интересного. Ага. Ага. А вот тебя надо на кожу пустить. Ну, а что дальше произошло, я не ожидал. Снайпер хренов. Они чуть из меня кожу не сделали. Что, блин, за читы? Почему он летает? Ладно, просто полутаем. Алмаз. Как ты его не поймал-то? Ну, мы что, мы богатые еще насобираем. Очень сложные мувы. Максимально влево. Ничего интересного. Плюс блок обсидиана. Еще плюс один. А вот тут надо быть аккуратным, могут подстрелить. Изумрут. И чуть не помер на гребаном кактусе. Какой ужас, почему? Сегодня явно не мой день. Даже кусты против меня. Скоро будем в аду страдать. Блок слизи. Очередной утерянный блок. Блок миди. Песочек золота. С ним, конечно, тяжело. Часть ресурсов просто выбрасывает. Я даже не умер, это достижение. Всякую хрень понадобывал. Пора продолжаем добывать обсидиан, пока алмазную кирку не потерял. Эх, поймал. Чуть, блин, не выкинул. Дубыл в уронку. Какой же ты растепа? Сволочь, 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 стреляет. Собака, застрял. Хм, да не хочу больше выходить из дома. Да там страшно. Взгляд, застреляю. Как все плохо тут. А то так хорошо. Не хочу никуда выходить из дома. Я опять умру и все потеряю. Не хочу. Там так все плохо. Там так все плохо. У меня уже от этой карты крыши едет. Портал почти готов. А там шкелет. Я туда не пойду. Он меня просто выстрелит, и я улечу. Как линчок. А я так не хочу. Очередное ведро скрафтил. Вот когда мне надо спать, он отказывается спать. Спать не хочу. Еще не ночь. А потом еще не утро. Ишь ты какой, неженка. Последний обсидиан. Нашел кутел. Хозяйстве пригодится. И портал готов. Вау. Ого. Пять весь лут просрал. Я думал там еще блоки есть сзади. Но это конечно ты молодец, молодец. И очередная алмазная кирка была безвозвратно утеряна. Я оттуда ее не заберу. Мне просто не дадут подняться. Не хочу. Меня сейчас опять убьет. Все плохо. Я не хочу. Я сейчас зайду. Меня убьют. Мою алмазную кирку заберут. Я не хочу. Это бесполезно. Ну конечно молодец взорвал мою алмазную кирку. Чего он взорвался? Там алмазная моя кирка лежала. Все. Нет алмазной кирки. Ну я так думал так и будет. Надо все вот эти вот блоки уничтожать под базой. То есть надо просто вот так вот идти и все блоки уничтожать последовательно. Короче вот такая вот у нас проблема, с которой надо что-то будет решать. Давай тогда в ад сходим. А вон еще лучше. Добро пожаловать в ад. И да, тут куча спавнеров и фритов. Господь всемогущий. Короче тут еще хуже. Очень много и фритов, которые спавнятся и снайперят. Вот это чтоб больше не падал. Да это будет сверх тяжело. Тут даже ничего не получится сделать. Ладно, это бесполезно. Они меня просто расстреливают, как из пулемета. Решил начать уничтожать блоки. Все понял. Не возникаю. Хорошо покопали. Сейчас мы будем заниматься сексом. Я думал все будет не так плохо, но все так плохо. В ад еще осталось запихнуть в стену плоти и будет самое оно. Ладно, сейчас деревья посадим. Как все блоки? Я сгорел. Они сейчас внизу спавнятся, потому что у нас вот эта вот дача, она тень создает снизу. И снизу спавнится. Вот тут вот не спавнятся, потому что полублоки. А вот снизу не полублоки, снизу как раз таки все спавнится. Делаем еще больше тень, чтобы еще больше монстров спавнилось снизу. Да. Вот это я понимаю. Аллея на три дерева. Темный дуб. Дуб обычный. И ель. Лишние блоки сверху убираем. Вот что мне делать в аду? Там страшно. Там людей насилуют. Жестко так, без маски. А ты что сюда пришел? Ребенок, где твои родители? Решил еще попробовать сходить в ад. Прилетел снаряд. Я поспешно начал сваливать отсюда. Почему ад представляет из себя ад? А это бегать там, резвиться. И убежал. Как сложно с детьми драться. Пошел отсюда. Чик. 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 Ладно, не растет. Подобываем, значит, ресурсы. О, удочка и уголь. Опа, конская броня. Да собака ты такая. Никакой конской брони тебе. Собираем урожай. Жаль только засеять я так не могу. Очень много семян, куда их девать я не знаю. О май гад, это же крипер. Но это было сильно. Не только мне в этом мире не везет. Так, посмотрим на обстановку. Все, понял. Сейчас у меня возникает вопрос, а как эти блоки уничтожать-то? Чтобы еще и ресурсы не просрать. Я уже устал. Я просто пытаюсь понять, как тут нормально прыгать. Хочется прям хорошо и быстро это все преодолевать. Но рано или поздно он ударяется головой и не может нормально прыгать. Ладно, хрен с тобой. Шундук. Снизу-то ночь, снизу страшно. А вот это я уже случайно упал. По диагонали он не допрыгивает. Очень жаль. Так, пошел в ад, чтобы быстренько тут обустроиться. Надо тут вокруг стену построить. А то эти эфриты, они повсюду. Со всех сторон давай. Ну, хотя бы вот так вот. Тут, кстати, много золота. Какой тут ужас происходит. Я даже выглянуть не могу. Это прям какой-то ужас. Окей, небольшой коридорчик есть. Кстати, а почему магма не поджигает мне голову? А вот если наступить, будет обжигать. Надо быстренько поисследовать, что тут происходит. Лава. Смерть. Не, нафиг я не готов туда идти. Опа, лаву не заметил. Ммм, круто. Но это смерть. Эх, вся булыга у нас закончилась. А ведь это было 30 стаков. Минус 3 кирки. Плюс 6 стаков. Из всего я сделал платформы. И отправляемся на поиски приключений. Крипер, здорово. Не, ну это уже классика. Мы же богаты, еще насобираем. Ммм, дорого-богато. Опа, еще больше древесины. Железо надо, у нас все кончилось. Сундучок. С добром. Я боюсь его брать, я сейчас сдохну. Заметочку сделаем. Ну, я про это и говорю. Меня там просто расстреливают. Я просто хочу ресурсы донести до дома. Да они еще и поджигают. Дайте уйти отсюда. Нет? Пожалуйста. Эх, говно жопа. Все потерял. Ах, какой ужас. Сволочь, ты такая. Спасибо. Уйди отсюда. Мой камень. Короче, все упирается в то, что у нас они снизу спавнятся. В огромных количествах. Ты че, серьезно? Ну давай, тпшнись ко мне в воду. Не кричи, все будет хорошо. Все будет хорошо. Аху. 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 Фармил, фармил. Все просрал. Аху. Возвращаемся к нашему любимому занятию. Я же всю булыгу с собой взял. Ты только глянь на эту мини-карту. А ведь это только начало наших страданий. У меня не бомбит. Эти скелеты могут падая, попасть в тебя за 30 блоков, сбить тебя. И пока ты падаешь, они в тебя еще раз попадут. Вниз, короче, не лезем. Там расстреливают. Я устал копать. Вот это я понимаю статистика. Спускаемся на уровень ниже. И начинаем строить платформы. Как по-другому делать, я не знаю. Сейчас будем просто каждый уровень делать платформы. А самое главное, добывать ресурсы. А сколько нам нужно булыги на все это дело? У-у-у, прям нормально. Необычно такое строительство многоэтажки сверху вниз. Надо, короче, было дом строить на самом первом уровне. Тогда бы таких проблем не было бы. Ну да, булыга уже закончилась, я ничего не построил. И опять копать. Как же это долго все. Еще немножко платформ. Ну и продолжаем строить платформу побольше. И смотри, это на записи я понимаю, что можно было делать каждые два уровня. А буду делать-то я каждый уровень. Огромная такая пустая многоэтажка. Зато лутать будет удобно. Спустился еще ниже. Скелетов вроде пока нет. А вот если бы я играл с сохранением инвентаря, было бы так легко. Да уж процесс, конечно, этот очень долгий. Зато потом будет так безопасно. Вот это я кардинально решаю вопросы. А вот спавнер криперов я оставлю. Опять фармим булыгу. Нафармили, делаем плиты. И отправляемся на нашу любимую стройку. Так, этот построили. Прейдем ниже. Очень много одиночных блоков фармится. Спускался на следующий уровень. Подстрелил скелет. Ну я к этому уже привык. Тут не секунды покоя. Обустраиваем этот этаж. Какое-то безумие вручную все строить. Сколько там еще? Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как глубоко. Каждый уровень до самого дна я хочу выстроить. Булага опять закончилась. Частично мы построили. Так, а что у нас дальше? Скелеты. Нормально у меня тут подвал получается. Смотри сколько мобов. Практически на каждом, блин, блоке стоят. Так как булога закончилась, возвращаемся к ее добыче. Как же мало булоги. Отправляемся на стройку. А тут скелеты стреляют. Я уже к ним привык. Даже железную кирку с собой не таскаю, потому что страшно. А портал я думаю потом перенести в самый низ. Но это когда построю. А это будет не скоро. Ребята, вас так много тут. Из жителя потом сделаю деревню. Его бы как-то в лодку посадить. Давай сюда лодку. Ей, я могу плавать по камню. Одно дерево выросло, другие не растут. Наверное, им просто места не хватает. Значит, заменяем на обычные деревья. Эх, чувак, чувак, как бы тебя посадить-то в лодку-то эту? Эй, вы не поверите. Он просто спрыгнул. Я пытался, я даже его не трогал. И камнем вниз. Да и хрен бы с ним, я продолжаю свое увлекательнейшее строительство. Не, к этому не привыкнешь. Уважаемый, это не ваш этаж. О, дубы сразу выросли. Даже яблоко выпало. Ну, то бишь, дерево есть, булыга есть. То есть эти ресурсы можно спокойно терять. Осталось только деревянную броню, либо каменную броню сделать, и все. Урожай созрел. Эх, почему я не могу так быстро засаживать? Хочу окошко покрасивше. Ну вот, другое дело. Снаружи тоже красиво сделаем. Косяк готов. И окошки тоже. Дверной проем тоже так сделаем. Красота. Так, тут немножко подкорректируем. Ну вот, лучше стало. С этим модом еще можно сферы всякие делать. Так-то прикольно. Только вот работает он с ошибками. Откуда-то каменные кирпичи забрал. Вроде все вокруг целое. Я не понимаю, зачем он все эти объекты сюда сохраняет. И они даже не удаляются. Активненько, парни, деревья. Кстати, слизни. Правда, они мне нафиг не нужны, но все же. И у нас все еще в сундуке лежат алмазы. У нас тут много ресурсов, я их боюсь забирать. Также мы в теории можем сделать морской источник, который по сути нам и не нужен. Эх, скелеты, скелеты. Как же это так? А я упал. Моя многоэтажка скоро будет построена. Меня застрелили. Это я просто упал. Копаем булыгу. Продолжаем лестницу, чтобы потом водяной спуск убрать. Потому что, как мы уже видели, криперы любят пользоваться этим спуском. А ведь он рано или поздно бахнет. Нормально, четыре этажа уже сделали. Правда, их потом еще буду расширять. Ведьма проклятая. Блин, как хорошо тут рвануло. И опять застройку. Да не ворчите вы так. В другом месте спавниться будете. Блин, выглядит-то интересно. Вот кто еще до такой ерунды додумается? Так еще начать реализовывать ее. Потихоньку расширяемся. И платформа у нас будет 30 на 30 блоков. Все, блин, вручную отсчитано. Не забываем про древесину. Раскошелился и сделал себе железную кирку. Потому что много блоков не могу добыть. Добывал себе спокойно золото. И тут мне прилетает приветик. А самое интересное то, что они после выстрела почему-то спрыгивают. Мне их не понять. Что-то я понимаю размер платформы. Как же долго все засаживать. Ой, что-то мы отвлеклись от нашего любимого занятия. И возвращаемся на стройку. И продолжаем булыга добывать. Также я хочу еще контур нашей многоэтажки сделать. Делаем каркас. Блин, какой ужас. Мне такие миры лучше не давать для выживания. Ресурсы из сундука забираем. И бежим домой. Крафтить очередное ведро. А у вас тут есть лава поблизости? Мне очень надо. Па-пра-пра-папам. Светокамень. Кварц. Только до лавы добрался и тут же заспамнились все. Нет. Лучше в обычном мире искать. Свинозомби тут поприходили. Тут-то проще, тут безопаснее. Сделаем медные печки. Все равно медь некуда девать. Делаем еще одно ведро. Еще лава. Копаем булыгу. И все это для того, чтобы сделать себе камень. Окантовка нашей многоэтажки будет из кирпичей. Также эти печки можно прокачивать. Можно даже из печки фабрику сделать. Или энергию вырабатывать. Либо топливо экономить. Короче, много всего интересного есть. Пока наплает еще накопаем булыгу. Копать булыгу очень долго. А сами печки отличаются по скорости плавки, как это ни странно. Потом все обязательно скрафтим. А я продолжу свое любимое занятие. Переплавляем. Крафтим кирпичи. Просто, чтобы вы понимали, насколько большие у меня этажи. Я уже отсюда до дома-то не дойду. Строим платформы на самом верхнем этаже. Топливо кончилось. Убираем булыгу. Яблочки. Заменяем на кирпичи. Одна, блин, стройка грандиознее другой. Понимая то, что у нас каркас неровно идет. Так что платформы еще расширяем. Чтоб было все ровненько. Итого плоскость получается 33 на 33 блока. А этажей-то сколько получится? У-у-у. Да ну нафиг я спать. Все ровно. Все вручную пересчитано. Теперь-то все ровно относительно вот этих блоков. Ой, нафига я такое все большое делаю. Другую колонну тоже надо смещать. Строим палочки. Вот это я понимаю грандиозные стройки. А я увлекся компанией. Забыл, что подо мной блоков нет. Молодец. Упал ты еще на какую-то пластину. О, привет. Все каменные кирпичи и вся булыга была просрана. Можно я хотя бы вот это заберу? Ну пожалуйста. Ну пожалуйста, дайте мне забирать хоть что-то. Брат мне ноги. Да, подняться уже не получится. Плавил, плавил, булыгу делал, делал камень, все просрал. Внизу у нас два стака плиток и все. Как же вас тут много? Обидно. Ну хоть железную кирку и ведра я выложил. Придется заново все копать. Надо еще лаву. Переплавляй. И еще лаву. Фига там сверху полосы идут. Так, ты тоже плавь. А я буду копать. Уже какой раз? Буквально весь геймплей Скайгриды и Скайблока в одной короткой вставке. А вы что думали, в сказку попали? Параллельно кирпичей мы создаем. Ты конечно молодец, провалился тут. Строим вверх. Какой ужас. Какое все грандиозное у меня. Вроде у меня даже таких комплексов нет. А окантовка тоже будет из камня. Почему бы не усложнить себе еще задачу? Зато выглядит красиво. Очередная алмазная кирка. Добро пожаловать на борт. Капаем деревья. А все из-за куска обсидена. И все, один этаж полностью готов. И осталось еще много. Строим дальше. Даже тупо каркас сделать это очень долго. Спавнер павуков прощай. Павук. Ах ты собака. Строим дальше этажи. Еще один этаж был полностью достроен. Ну а что, строим дальше. Эх, простите, но весь процесс строительства показывать не буду. Я так сказать страдаю, чтобы вам не пришлось. Блин. Ладно, возвращаемся к работе. Чпоньк. И урожай собран. Сегодня не голодаем. Вообще проще и быстрее было бы из древесины платформы делать. Но она горит. А я не хочу, чтобы она горела. Из-за какой-нибудь лавы может все в ноль выгореть. Так что не гунди мы возвращаемся к работе. Ихи-хих. Продолжаем строить. Эти мобы буквально на каждом блоке сидят. Блин, какой ужас. Так, еще один этаж готов, кроме окантовки. Строил вниз, теперь строю вверх. И нам нужно продолжать камень плавить. Уэть. Ихи-хих. Пока она плавит, я еще понадобываю. Делаем кирпичики. Это уже превратилось в нескончаемую рутину. Ну а что поделать? Нам надо строить все красиво. Нашел музыкальный блок. Ну все, еще один этаж готов. Тут у нас спавнер криперов, может что-то с ним сделаю. И в округе очень много спавнеров-пауков. Строим следующий этаж. Спустился ниже, а тут сразу меня ждут. Спасибо. Да, это жестко. Я уже научный, ничего ценного не беру с собой. Меня разорвало. Как же тут все сложно. Продолжаем строить. Несмотря на падающих зомби. Фига скелет что творит. Ребята, чего вас так тут много? Извините, но мне надо строить. Пацаны, у меня есть арбалет. Нэ, всех скелетов сброшу. Надо работать на опережение. Собака такая. И с каждым разом подниматься все дольше и дольше. Вообще никуда от них не скрыться. Какие крутые, да зомби сейчас спавнятся. А до дна еще строить и строить. А значит нужно булыку копать. Нужно больше булыки. Опа, скелет здорово. А ну иди отсюда, все, падай, падай, падай отсюда. А это потому что вот эти блоки не убирал. Потому что для них нужна железная кирка. Мне страшно сюда нести алмазную кирку, так что вот так сделаем. Они блин даже сюда эндермена пригласили. И сколько интересно я уже тысяч платформ поставил. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, боюсь, боюсь. А вот скелетов я реально боюсь. Опа, лутбокс. Блыга, опять закончилась. Я уже строю буквально по чуть-чуть, чтобы можно было хотя бы спуститься. А потом уже буду все достраивать. Это одна из самых невероятных шахт, которые я когда-либо строил. Обычно ты выкапываешь очень много булыги. А тут наоборот, ты булыгу фармишь, чтобы копать. Зато ресурсы в сундучках копятся активно. Павуки, а вы откуда тут? Да блин, придется отступать. Один сам десантировался. Да и второй такой же. Вот это я понимаю, у них самоуверенность. На тебе дорожку. Ха, обманул. А мне скоро воздуха хватать не будет. Так как я все глубже и глубже опускаюсь. Так или иначе, нам нужно больше булыги, чтобы строить больше платформ. Блин, мне страшно спускаться вниз. Шмаляют. Наконец-таки блок железа. Да еще и лотбокс, класс. Блин. Да блин, гребаные скелеты. Какой ужас. Ну хоть благо я блок железа выложил заранее. Но вот другие ресурсы, булыгуй кирку жалко, да. Сейчас попробую все забрать и в сундук закинуть. Если у меня получится, конечно. Пацаны, дайте лучше сохранить. Вас тут слишком много. Что за ужас тут происходит? Я не успел кирку положить. Да и хрен с этой киркой. Ну что ж, за работу. А прикиньте, это все не вырезать. И сделать ролик, там, не знаю, 10 часов копаю булыгу. Только кому это, блин, надо? Ну, этой булыге хватит на минут 10. Потому что строительство оно такое. Хотел спуститься на уровень ниже Нитали. Внизу уже буквально Содома и Гамора происходит. Ой. Ой-ой. Вот это я красиво поумирал. Вот это я понимаю. У нас такое интересное времяпрепровождение тут. Не, ну буквально накопал булыгу, сходил на стройку, собрал уржай. Все. Зато безопасно можно будет спускаться. А не постоянное вот это вот. Ну, спасибо, хоть сундук не взорвал. Давай попробуем щит сделать. А то даже не дают начать строить. Только вот в этот момент лучше блоки не держать. Ну все, немножко обосновались тут. А то, блин, не дают строить. Обустраиваемся. И еще идем на уровень ниже. Хоба. Сосай-кудасай. Только вот щит часть экрана закрывает. Не очень это. Идем глубже. Тут даже скелетов нет. А это значит, я аккуратненько тут обустраиваюсь. Немножко построили, можно позаниматься чем-нибудь другим. Решил ради разнообразия сходить в ад. Меня взорвал крипер. Ну я говорю, тут прям реально ад. А тут-то портал нормально работает. И я появился чуть выше предыдущего портала. Почему нельзя прям тут было создать? Ну ладно, халявный обсидиан. Я подняться не смог. Ох, зря я сюда полез. Давай сюда, еще булыгу. Надо строить лестницу. Скелеты, конечно, стреляют мастерски. Но вот логики у них нет. Промахнулся. И упал. Расстроился что ли? Да что они десантируются-то, я не понимаю. Ну ладно, мне это на руку. А быстро и войти в следующий уровень. Мы даже потихонечку приближаемся к самому днищу. А все потому, что платформу я частично уже строю. Нашел растекшийся источник. Водичка, прощай. Идем еще ниже. Скелеты меня стреляют со всех сторон. Даже щит не помогает. Обустраиваемся. Ну вот против одиночных нормально щит работает. Немного обустроились, следующий уровень пошел. Лодбоксы с удочкой. Какое увлекательное строительство. Нужно больше булыги. Потому что надо продолжать лестницу строить. Ну, в принципе, немного осталось. Продолжаем строить. Павук, не надо. Подумай. Нет, нет, уйди. Какой приставучий. А ну пошел вон отсюда. Вроде упал. Но он всегда возвращается. Ну и он просто сам спрыгнул. Нихрена себе. Приколюха прилетела. Вот поэтому я и хочу избавиться от водяных лифтов. Водичка, прощай. Засмотрелся на светящихся спрутов. Получил стрелой. Нормально. А следующий уже закончил дело. Да, бываем булыгу. И да, алмазной киркой. Все равно она у меня не выживет. Так хоть немножко поработает. Кирку на базу. Бесконечный спуск на самое дно. Надо еще ниже спускаться. Еще давай ниже. На меня просто взял и напал скелет. Откуда ты тут, блин, взялся? Не забываем про огород. И мы все ближе и ближе к днищу. Я уже буквально чуть-чуть обустроился и иду дальше. Ай, сволочь. Блин. Практически сундук взорвал. Еще один плывет. Обустраиваемся. Ну, так сказать, основу я построил. Теперь хотя бы можно подняться. И теперь остается только расширяться. Правда, внезапные криперы все портят. В принципе, этим занимаюсь уже практически целый рабочий день. Дай построить. Я его прогнал отсюда. Расширяемся далее. Одет. Мои ресурсы. Тут у нас прям спруты пачками дохнут. Им тут что, медом намазано? Можно сделать светящуюся рамку. И все. Ну, полезные существа, да. О май гад, он не выдержал этого взрыва. Надо валить домой. Валим домой, за нами забьет. Ура, теперь можно нормально подняться. Я доволен. Особенно тем, что я уже построил. Железо уже целую кучу насобирал. Даже уже на мини-карте не видно врагов. Это прям уже достижение. И самое главное, надо достроить этаж с порталом. А то как-то не камильфо. А давайте посмотрим со стороны вот это вот безумие. Огромный недостроенный небоскреб. И весь он мой. И самое интересное то, что сверху у нас вообще ничего не изменилось. Все изменения чуть глубже. Ну, в общем, на этом сервере я и закончу. Что я хочу сказать по итогу? Надо было базу строить ниже. Проблем было бы намного меньше. Да, проблемы я решаю, конечно, кардинально. Ну, в общем, до скорых встреч. Пока.